Обсуди свои инвестиции на сайте спонсора программы Сухой Остаток whotrades.com Первой социальной сети трейдеров Уважаемые слушатели, добрый день Приветствую вас в студии Сухого Остатка Меня зовут Олег Дмитриев Сегодня волшебный день пятница И как всегда в это время мы подводим финансовые итоги недели Ну, по большому счету, особенно подводить-то на мой взгляд и нечего Ну, да, есть о чем поговорить Итак, гость, гость пока один, мы ждем второго Надеемся, он появится через некоторое время Пока один гость студии Сухого Остатка Это Анатолий Артюхов, член Совета Директоров Федерал Финанс Групп Добрый день, Анатолий Добрый день Уважаемые слушатели, я напомню для вас Телефон студии 6510996, код Москвы 495 Сайт компании финам.фм Звоните, пишите, задавайте свои вопросы Делитесь собственными мыслями по этому поводу Финансовые итоги недели Начиная эфир, давайте не будем отходить от традиций Я все же нарисую некую картину маслом Что же происходит к этому моменту Да, или произошло к этому моменту на финансовых рынках Итак, 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 итак Значит, начнем с закрытия вчерашней торговой сессии в Америке Она в отрицательной территории завершилась Минус 0,9% потерял индекс Dow Jones Минус 0,8% S&P 500 и чуть более процента Nasdaq Азия сегодня отторговалась разнонаправленно Nikkei 225, японский индекс Минус 0,9% А вот индекс китайский Shanghai Composite Почти половина процента прибавил Далее мы смотрим на Европу и на Россию Европа в лице FTSE 100 В легком плюсе в 0,2% Ну и примерно так же выглядит наш сегодняшний рынок РТС прибавляет 0,2%, МВБ 0,3% Рубль несколько слабеет, ну в пределах разумного, что называется, если смотреть на графике Далее смотрим сырье и Форекс Нефть марки Brent 108,40$ за бочку LightSuite 103,30$ за бочку Золото выше 1,300$ за унцию 1,316$ сейчас в моменте И практически рядом с 36-й фигурой торгуется евро-доллар 1,3596$ сейчас его котировка Набор голубых фижек разнонаправлен Растут и радуют глаз АвтоВАЗ больше процента 0,7% Газпром И по 0,5% у Лукойла, Роснефти и Ростелекома В минусе сегодня больше процента теряет Росгидро Ну и по половине процентика у ВТБ Кстати, ВТБ падает на 0,5%, Сбербанк растет на 0,5% И еще среди лидеров, ну и по крайней мере выдающихся, да, сегодня Бумаг, которые снижают, цены ЛМК можно 0,5% тоже назвать Ну, в общем, такова картина масла Для сегодняшнего дня, я думаю, собственно, да Никаких особых событий мы выделить не можем Я имею ввиду и с точки зрения торгуемых финансовых инструментов А вот подводя финансовые итоги недели, наверное, о чем-то стоит поговорить Я, кстати, мы когда с Толей сидели до эфира, да, за эфиром, что называется Так, примерный план набросали, о чем поговорить Потому что событий, может быть, не так много Но я предложил сразу же поговорить об Америке Ленивый только сейчас не говорит об Америке Потому что там вот до чего довели, понимаете, да Не успели принять бюджет, никак не могут договориться Потолок госдолга на горизонте Но Анатолий не согласился Ну, надо сказать, на мой взгляд, эти все события, они имеют ярко выраженную политическую подоплеку И подтверждает это то, что даже после объявления вот этого бюджетного кризиса У нас и вообще там валюта, доллар, они... Практически никто не отреагировал на это Практически никто не отреагировал Хотя кризис, он уже продолжается несколько дней, практически всю неделю Это чисто, ну, вот, как мне кажется, политический, политическая подоплека у всего этого дела Не могут никак две партии между собой разобраться Поделить, никак не могут поделить Я так понимаю, что камнем преткновения является реформа, которую президент США затеял в области страховой и медицине Да, да, совершенно верно Вот, ну, а очень много значимых событий было именно в России и именно связанных с экономикой В первую очередь, это новость, которая нас порадовала наше государство о том, что накопительную часть пенсии заморозят на год То есть все отчисления в 2014 году будут направлены в распределительную систему Это крайне парадоксальная новость, потому что вот буквально все последнее время... Слово порадовало, я так понимаю, ты в кавычках все-таки, да? Да, абсолютно верно Я пытаюсь понять, нет на лице радости, да, тем не менее, ты говоришь, что нас порадовало это Несколько месяцев доблестно всем говорили, вот мы вам дали, разделили, увеличили, дали возможность, пожалуйста, в страховую часть, накопительную часть инвестируйте Более того, государство будет инвестором и так далее, и так далее Только вот народ зашевелился, потому что все так вот просто как каменные гости стояли и смотрели, что это будет Как только люди начали шевелиться, начали, поняли, что молчаном быть более нельзя И вдруг их вот так вот порадовали про 2014 год И самое удивительное, я посмотрел несколько публикаций на эту тему Дальше-то будет все гораздо хуже То есть если сейчас у нас мы выходим из последствий, я по одеторождаемости, из последствий Великой Отечественной войны То есть сейчас очень много Демократические ямы, да? Да, 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 очень много родившихся после войны, то есть уже более-менее благополучные годы И очень мало оставшихся тех, кто во время войны родились или вырастали То есть сейчас еще более или менее, и все равно пенсионный фонд не справляется Все равно идут вливания из бюджета А очень скоро ситуация кардинально поменяется То есть люди, которые... Ну кардинально в худшую сторону В худшую сторону, вот просто катастрофически, я бы сказал Потому что все люди, которые после войны родились, они уже перейдут планку пенсионного возраста А потом, ну я посмотрел в графике, демографическая ситуация, она крайне тяжелая будет То есть работающих будет гораздо меньше на одного пенсионера, чем сейчас Насколько я понимаю, сейчас 1,8 и 1 То есть 1,8 работающего на одного пенсионера, а там будет уже даже... Меньше единицы Меньше, существенно меньше единицы Так что вот эта ситуация, она удивительная, я говорю, в свете того, что очень долго рассказывали про Как замечательно у нас теперь накопительную часть пенсии Мне очень понравилось, недавно прозвучало предложение Правда, которое, по-моему, подняли на смех Чтобы сделать пенсионное накопление каждого человека его собственностью Ну я смеха по этому поводу не слышал, да, но действительно такая фраза звучала Мне это очень нравится, ситуация То есть там много всяких разных последствий И плюс, кроме всего прочего, человек даже после, не дай бог, смерти Совершенно верно Своим детям и внукам сможет помочь Потому что он всю жизнь... На твой взгляд, это все-таки резонно, да, вот таким образом построить... Сделать собственность? Поставить вопрос Да, да, мне это очень нравится Хорошо, хорошо, это интересно Толя, спасибо, значит, мы сейчас прервемся У нас в эфире новости на Финам.ФМ Послушаем, потом продолжим эфир Итак, друзья мои, продолжаем наш эфир Продолжаем, давайте сразу мы возьмем звонок Потому что утомилась наверняка слушательница Света, добрый день, вы в эфире, пожалуйста, говорите Спасибо вам большое Очень рада, что есть такая волна, как Финам.ФМ Вот на нем, как говорится, и сижу, и слушаю вас с удовольствием У меня такой вопрос Я вот, как бы, поскольку вас именно и слушаю Мне где-то в средствах вашей, ну, тоже, видимо, в каком-то там эфире Прилетела такая информация Что работающим пенсионерам, ну, я сразу скажу, мне 55 лет, я вышла на пенсию И вроде как, вот, в связи с этой демографической, как бы, ямой Вот в бензинское время, народно-селение у нас мало И вроде как рабочим пенсионерам теперь уже Ну, мало того, что, ну, как бы, уже это, в общем-то, решено Что в 60 лет будут уходить женщины в 65 мужчины А работающим пенсионерам пенсию платить не будут Вот хотела бы узнать, действительно это так Или это просто какая-то утка Спасибо Извините, пожалуйста, встречный вопрос Ну, во-первых, по голосу вам абсолютно не скажут, что 50 лет Молодая девушка звонит Совершенно, просто хотел бы, вот, узнать, действительно А почему на пенсии-то вы в этом Почему вы уже на пенсии в этом возрасте? У вас вредное производство какое-то было или что? Нет, я просто вышла по возрасту, 55 лет Вышла, вот, сейчас мне 57 И, ну, я продолжаю работать, как бы, вот, трудиться на, ну, на госслужбе И я соцработник Вот, ну, просто хотел бы понять Пенсия, конечно, маленькая, потому что в свое время, как бы, я работала Ну, она же разная была, эта пенсия, темная эта форма То надо года было, то надо отчисления были Поэтому у меня вот сейчас 7 тысяч рублей Я бы хотела узнать, действительно ли, если мы будем работать У меня и задор, и запал, я бы сюда всем поработала А единственное, вот, ну, правильно ли, что не будут пенсию платить работающим пенсионерам? Понятно, Света, понятно Спасибо вам за звонок Спасибо, да, и очень, очень приятно, что и задор, да, и все в порядке у вас Дай бог, чтобы так и было Я, к сожалению, не являюсь специалистом по пенсиям Но вот то, что сказала Светлана, я это читал Это действительно так То, что я имею в виду, то, что я читал Что речь шла о том, что пенсионеры, которые все еще работают Что они не будут получать пенсию Но там обещали какие-то вкусняшки Типа налоговых льгот Я понял, по поводу вкусняшек мы с тобой с самого начала Вот была вкусняшка, а потом ситуация развивается так, да, что сразу о ней забывают Давайте еще один звонок возьмем И, собственно, Александр, слава богу, с нами Сейчас я его представлю, ну и пойдем дальше Илья, день добрый, вы в эфире, пожалуйста, говорите Алло, день добрый, спасибо за передачу Здравствуйте Вы знаете, я вот как раз один из тех молчунов Большой, нормальной, вернее, зарплатой белой Вот, хотел уточнить, так что же мне Как раз только я надумал, наконец, уйти Вот, вот, вот Из молчунов И что же теперь мне предстоит Что мне лучше сделать, что мне выгоднее будет Я 73-го года, поэтому как раз, наверное, попадаю в эту Телеграфическую дырку Спасибо за ответ заранее Спасибо, спасибо, Илья Я хочу сказать, что это мое будет мнение Абсолютно частное Субъективное, да Но я считаю, что молчуном не надо оставаться То есть независимо от того Отправят в распределительную систему В 2014 году или не отправят Все равно, очевидно, есть Какое-то внутреннее желание Чтобы смешная, на мой взгляд, пенсия Она была, ну, хотя бы чуть-чуть побольше Я не думаю, что кардинально, вот, при нашей действующей И даже планируемой системе пенсионного отчисления Как-то это скажется Но все равно приятно Я с 2004 года перевел свои средства из пенсионного Вне государственный пенсионный фонд И мне приятно все-таки получать выписки от них Периодически какая-то информация от них приходит Я не слышал, чтобы государственный пенсионный фонд Что-то такое вот информировал Меня позабавило именно Что тебе приятно получать выписки от них Что там в этих выписках, не суть важно Главное, что они обо мне помнят Выписки присылают Почему же? Там они же отчитываются полностью о своей деятельности То есть какая-то есть вполне определенная доходность Которая у них Ну, это очевидно, конечно Да, ну, я считаю, что молчаном оставаться ни в коем случае нельзя Саш, ну, если что... Да, здравствуй, пожалуйста Если что-то добавишь по этому поводу, добавь Если нет, тогда мы дальше пойдем Ну, я считаю, что на самом деле Ни Россия, ни мир не будут спокойными странами Я считаю, что надо на пенсию копить Самостоятельно? На портфеле акции, депозит Что-нибудь такое Я хотел бы добавить, что, насколько я знаю Веб информирует своих Также, но на самом деле Все-таки я бы не придавал этому значения Потому что, на самом деле, с моей точки зрения В результате гайдарских реформ Наши пенсионеры оказались ниже Плинтуса И, в общем, та распределительная система Которая была там, ну, пускай советская Да, она наиболее правильная Я также считаю, что, может быть Ну, можно было что-то такое сделать Похожее? Нет, чтобы, как бы, целевые деньги Которые там шли в стаб фонд В свое время и так далее Шли также пенсионерам Это, в общем, выгодно И с макроэкономической точки зрения Это внутренний спрос В любом случае, я вообще не в восторге От всего того, что господин Медведев Там, в плане экономики Его правительство Хочет сделать там И тарифы, и много чего Но, что делать? Жизнь — это искусство возможного Соответственно, в общем, мы живем в том мире В котором мы живем И, опять-таки, в общем, на фоне мира Ничего трагичного в Российской Федерации я не вижу Я понял Смотрите Собственно, ответили мы на вопрос И я, если позволите Учитывая, что Александр, да Теперь в нашей студии Я еще раз представлю моих гостей Александр Разуваев к нам присоединился Директор аналитического департамента Аль-Пари Саш, добрый день еще раз Добрый день еще раз И с нами Анатолий Артюхов Член Совета Директоров Федерал Финанс Групп Мы подводим, напомню, финансовые итоги недели Ну и, собственно, телефон студии 6510996 Код москвы495 И сайт компании финам.ф Вот все, что обычно мы в начале нашего эфира говорим Собственно, мы проговорили И, наверное, Саш, все-таки к тебе будет сейчас вопрос Поскольку, подводя финансовые итоги недели Мы вот сейчас порассуждали за эфиром Внутри эфира, да Наверное, все-таки ключевые события сейчас из-за океана На них мы ориентируемся прежде всего Ну, прежде всего, да Вот если можно, да, прокомментируй, пожалуйста Что, собственно, происходит сейчас, да С этим самым политическим кризисом в Америке С отсутствием бюджета на новый финансовый год Ну и с ожиданием по поводу потолка госдолга Ну, я считаю, что То, что я когда-то назвал Как раз в колонке на финам.инфо Американская свара Я считаю, что это их внутренние дела Я думаю, я уверен там На сто процентов, что, конечно, это Ничем плохим не закончится Ничем плохим не закончится Да, соответственно, как-то обращать на это внимание не стоит Единственное, чем бы ни закончилось Как только в Америке начнется тише благодать Я думаю, что внешнеполитическое давление штатов будет нарастать И я думаю, что уже будет не Сирия А, скорее всего, давление будет на нас Соответственно, внешняя политика не будет способствовать Росту нашего рынка акций и так далее Но, опять-таки, в общем Все, что происходит в мире сейчас Это все-таки Достаточно спокойная ситуация По сравнению с кризисом и так далее Как долго она продлится? Ну, может, достаточно долго продлиться А что касается событий Кроме Америки Я все-таки считаю, что Стоит обратить внимание на выступление Путина На конференции инвестиционные Хотя, в общем, на самом деле То, что он констатировал Как бы Это все очень хорошо Но с точки зрения того Что сделать ставку на Рост производительности труда Я не согласен Потому что у нас Ну, скажем так Слишком мало населения Просто для такой большой экономики И если даже присоединить Там Беларусь и Казахстан Будет то же самое Поэтому надо делать Ставку не на Рост производительности труда А на инвестиции Ну, это как бы Моя точка зрения Потому что, опять-таки У нас люди все-таки В целом Левое социалистическое население Поэтому, в общем Жесткого капитализма Здесь не будет То есть В свое время Немцы и японцы Построили После поражения в войне Очень эффективную экономику Они просто много работали И были Достаточно скромными людьми Ну, им, правда, было легче Потому что Штаты Взяли на себя Военные расходы Да, у нас Они достаточно большие Что касается У нас Как бы У нас этого не будет Ну и, соответственно Да Скажем так Природная рента Обеспечивает Тут достаточно Высокий уровень жизни И там Действительно экономика Кстати, вот Путин Там одни цифры озвучил А были еще цифры Мирового банка Летние Они как бы близкие Но все-таки По ВВП По паритету Покупательной способности Пятая экономика В мире И, соответственно Там первая в Европе Это, конечно, все очень хорошо Но спасибо большое Там Роснефти и так далее Люди все-таки у нас У нас действительно Производительность труда Там в два раза ниже Чем в Европе В три-четыре раза ниже Чем в Америке И, в общем Кардинальную ситуацию Я не вижу Что может изменить То есть вот именно С этим тезисом Да, ты не согласен Да, я считаю Что за счет инвестиций За счет капитала Да Опять-таки Это госинвестиции Промышленная политика Ну вот, кстати Да, по поводу инвестиций То есть понятно Что наверняка Инвестиции внешние Да, в ближайшее время Мы не увидим Мы не увидим Да, по крайней мере Там какие-то Ощутимые потоки Да, то есть опять Мы будем ориентироваться На какие-то Да, внутренние ресурсы Ну, с моей точки зрения У нас как бы есть Напрямую государственные деньги У нас есть только Три конкурентных сектора Это нефтегаз Это военно-промышленный комплекс Это атомная промышленность Глобальной экономики Соответственно Вот напрямую Государевые деньги И деньги этих корпораций Они все Либо государственные Либо полугосударственные Развитие смежных секторов Позвольт Саша, извини Новости Зарабатывайте на крупнейших биржах мира Вместе со спонсором программы Сухой остаток Брокером Who Trades Limited Кипр Информация о компании Ее услугах И тарифах Расмещена на сайте www.finam.com.cy Торговля финансовыми инструментами Может повлечь риск потерь Проконсультируйтесь У независимых экспертов Перед началом торгов Итак, друзья Мы продолжаем Сухой остаток на Finam.fm Подводим финансовые итоги недели И еще раз я представлю своих гостей Сегодня в студии Александр Розуваев Директор аналитического департамента Аль-Пари И Анатолий Артюхов Член совета директоров Федерал финанс групп Телефон студии 6510996 Код Москвы 495 Сайт компании Finam.fm Ну что ж, продолжим Продолжим Я, честно говоря Ну не то чтобы разочарован Но несколько так Надеялся я, да Помуссолить эту тему Потому что все Все сейчас вокруг Ну я про штаты имею ввиду Все сейчас вокруг По третьему Уже, наверное, да По третьему кругу Вот так Вот что будет Вот что будет Тема пустая Пустая Ну согласен Лучше же Украину С Евросоюзом обсудить Что будет Тоже вариант Тоже вариант Согласен Ну и все же Два слова, да Саша Вот на твой взгляд Все-таки Очевидно, что Проблема решится Через какое-то Проблема Я так могу сказать Что я не бык По российским индексам Да, там Какой-нибудь 2005 год Но я считаю Что вообще Для финансовых рынков До конца года Очень вероятен Ну грубо говоря Бычий сценарий То есть Все разрешится И с госдолгом И с бюджетом Более того ФРС не будет сворачивать До конца Календарного года Программу Количественного смягчения Это не означает Что надо бежать Покупать наши фишки Особенно индексы Да Но так или иначе С моей точки зрения Опять-таки Риски войны Все-таки ушли Пока По крайней мере Достаточно благоприятный Внешний фон Понятно Понятно Хорошо Давайте тогда Опять наверное Да Российскую действительность Посмотрим Да Мы поскольку Все-таки обсуждаем Финансовые итоги Прошедшей недели Ну да Ну уходящей Наверное Да Да Хотел просто Вспомнить Что было еще Несколько новостей Которые прямо Прямо влияют На финансовую жизнь Именно в России То есть на прошедшей неделе Банк России Отозвал лицензию У банка Пушкина Это на настоящий момент Самый крупный Прецедент Страховых выплат В рамках Системы страхования Вкладов То есть вот так вот Случилось Что 20 миллиардов Клиентских денег Оказались в банке У которого Отозвана лицензия То есть теперь Банк будет уже Благополучно Смотри Ты говоришь О прецеденте В том плане Что мы теперь Пристально будем Следить за развитием Событий Да И поймем Работает Система страхования Система страхования Или не работает Она работает Она работает Ну просто Да 20 миллиардов Что-то неплохая Можем говорить о том Что да Что нету Неприкасаемых То есть банки Даже супер крупные Как выяснилось Уже Могут благополучно Лечь в один момент Это первое Что происходит Ну нет Далеко не первое Но так же Произошло На прошедшей неделе Да Было несколько Заявлений ЦБ Которые в принципе Могут быть Как положительными Так кому-то И не очень понравятся Например Центробанк Зафиксировал Резкое Почти вдвое Увеличение Количества сделок По продаже И покупке банков Дело в том Что в ближайшее время Будут ужесточены Требования То есть При приобретении Или продаже Далей Или акций банков Будет необходимо Согласование Банка России И поскольку Вот сейчас Поезд отходит Зафиксировано Двукратное увеличение Таких Сделок То есть Кто-то считает Что надо Что с этим делом Надо от этого дела Избавляться Пытается это делать Или наоборот Приобретают Сейчас самое время Да То есть Чтобы не терять Время на согласование Потому что Понятно Что согласование У нас Может затянуться Не знаю До 6 до 8 месяцев А все это время Деньги Должны будут лежать На специальном счету И от них доходят И работать не будут Получать Да Невозможно Соответственно Стараются Запрыгнуть На подножку У отъезжающего поезда Дальше Центробанк Начал обсуждать Идею коллективной Защиты банков От банкротств И Центробанк Также заявил Что считает Приемлемым Прирост Необеспеченного Потребительского Кредитования Не более 20% То есть Это планка Которая По моему мнению Специалистов Банка России Она является Достаточно безопасной Я понял Ну вот В целом Если объединить Все что ты предложил Сейчас Все тезисы То есть Мы говорим О неких событиях Внутри Российской банковской системы Как в целом Можно охарактеризовать Все что происходит Это позитивно Жизнь идет Да Особо негативного Я на прошедшей неделе Наверное Не заметил Плюс На прошедшей неделе Три платежные системы Получили статус Социальных платежных систем В России Социально значимыми Такими признана Виза Мастеркард И Золотая корона До этой недели Соответственно Только одна система Была социально значимая Это система контакт Там много критерий А что если можно Подробнее Что такое социально значимое Социально значимое Есть несколько критерием Которым должна удовлетворять Платежная система Например В течение Трех месяцев Подряд обороты В рамках платежной системы Переводов Должно быть Не менее 100 миллиардов рублей Там Средний чек Должен быть Меньше 100 тысяч рублей То есть Вот Наконец-то Две мировые системы Виза и Мастеркард И одна российская Крупная система Получили статус Социально значимых Это я думаю Что Тоже позитивно Очень позитивно Да Так Толя я прерву Извини Есть звонок Давайте еще раз Послушаем Денис Денис День добрый Вы в эфире Пожалуйста говорите Здравствуйте Здравствуйте Спасибо Спасибо за то Что есть такая Прекрасная передача Спасибо Скажите пожалуйста Что будет С финансовыми инструментами Активами Если Ну вдруг В штатах Не договорятся По поводу Госдолга Какова вероятность Такого сценария И почему Я понял Значит по поводу вероятности Извините Денис Встречный вопрос Да Вы Какими конкретно Активами Интересуете Или в принципе Вас интересует Реакция Ну валютами Я интересуюсь Доллар Евро Я понял Да Трейдер Спасибо Спасибо Денис За вопрос Спасибо за звонок Саш Тебе наверное Ну вероятность Я считаю Ноль Да Причем Не стремиться к нулю А именно ноль Не будет такого Да Глобальная империя На пике могущества Если мы возьмем историю Даже там Римская империя Да Не контролировала Там Ну Восток Да Древнего мира Ну физически не могла Это вы просто Ну они пошли туда Не получилось у них Там они с германцами Бодались Акеликийские пираты Там контролировали Все Средиземное море И влияли на Финансы того времени То есть Никогда не бывает Полного господства Но они Глобальная империя Сейчас Понятно Про штаты ты говоришь Да Понятно что их там Не радует Что они не могут Контролировать наше сырье Там и наше ядерное оружие Там и в отношении Других стран Там Китай У них есть вопросы Но так или иначе Они на пике могущества Ничего там не будет Но на самом деле Вот Может быть это покажется странным Но любые Проблемы которых не будет Ну в принципе Америки Да Они приводят К уходу от риска К росту спроса На самые безрисковые активы То есть На доллар И на их облигации И на их облигации Я просто вспоминаю Реакцию Августа 2011 года Когда СНП Рейтинг 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 Поэтому как бы Но этого не будет Мир такой Как он есть Я понял То есть я просто Вот опять Взаимосвязь некую С одной стороны Все проблемы Да Заставляют инвесторы Бежать В безрисковые активы В доллары И допустим В торжеря В те же самые А с другой стороны Поводом для этого События Которые сами же Американцы и устраивают Ну у них Контрольный пакет акций В глобальной экономике До сих пор То есть на самом деле Эту систему Они начали строить После Второй мировой войны Китай добровольно В нее вписался После распада СССР Как бы они Хотели все это дело Ну бывшее советское пространство Отформатировать Ну в отношении Восточной Там Европа У них получилось В отношении России Как мы видим нет В отношении Украины Мы посмотрим То есть на самом деле То есть вопрос открытый Да на твоих Нет на самом деле Вопрос открытый Я был неделю назад В Киеве Так По нашим корпоративным делам Там у нас филиал свой И на самом деле Я пообщался Как бы там У нас в аналитической службе Которую Украина покрывает И в принципе Общая тональность В российской прессе Что Украина Обречена на экономический крах Соответственно Действительно Ждут уже даже В конце года Там девальвацию Гривны Там падение Международных резервов Но на самом деле Сценарий смотрится таким Если действительно Будет что будет Они подписывают Вильнасе Будет приток Спекулятивного капитала Как когда Ющенко избирался А потом Ставка на что Россия Да Закрывает Свой рынок У них Спад производства У них и так Очень слабый торговый баланс Он еще ухудшается Но чтобы гривна не рухнула Они надеются На приток инвестиций Из Евросоюза Если эти инвестиции В итоге приведут К обновлению экономики К обновлению основных фондов Украина усилит Свои экспортные возможности Ну и прежде всего На Европу Направит Свои новые товарные потоки Это получилось У Польши Это получилось У Турции В свое время Другое дело Что сейчас Другая ситуация У Европы Нет Свободных денег Риски Финансовых домов Никогда не пропустят После Греции И так далее Масштабных вложений Но есть понятие Еще политического решения Поэтому 30% успеха У них есть И На самом деле Это очень Интересная вещь И Мы посмотрим Как все это пойдет Другое дело Что опять таки Там и есть же Цивилизационный момент Там достаточно Разделенная страна С точки зрения людей Которые Запад-Восток Ну скажем так Даже вот Как писала В восьмом году Перед Грузией Одна наша деловая газета Была встреча Путина и Буша И Путин сказал Что Украина Это три части Это восточная Европа Это непосредственно Украина То есть Территория Где Украина Составляет подавляющее Большинство населения И это кусок России Поэтому Это очень сложно Разруливается Другое дело Что самой России В общем Потери от торговли Слону дробина Украинский транзит Не так важен Газовый уже После северного потока Белтрансгаз И так далее Что касается Опять таки Газа правда считается Что хранилища пусты И зимой Может быть опять Воровство Ну Поживем увидим То есть Для России Для России Для таможенного союза Это В общем Я бы не сказал Что большая потеря И на самом деле Если мы почитаем Западную прессу Ну видна там Польская рука Да Поляки у них там Всегда были экспертами По Украине Я не считаю Что есть какие-то там Серьезные Негативные моменты Но мы посмотрим Действительно Это попытка Вот такой Прозападной модернизации В крупной стране У которой есть шансы На успех То есть скорее всего Она провалится Но не так все однозначно Как говорит там Господин Гладев И так далее Ну смотри Ты говоришь Что мы посмотрим Я воспринимаю это Не как только Наш с тобой взгляд Посмотрим А еще я так понимаю Что и Россия Она несколько дистанцируется Сейчас И предоставляет Возможность Для самостоятельных действий В Украине Если бы Действительно Для России Это было важно Да Вот тоже о чем ты говоришь Что наверняка многие вещи Может быть Она не позволила бы сделать Понимаете Есть два момента Есть момент Чисто заработать Потому что На Украине Есть много Ну можно бизнес Какой-нибудь купить Там есть там Фондовый рынок Какой-никакой И так далее Если у них получится Это все подражает В разы То есть есть идея Что касается Все-таки Ну есть политический момент Цивилизационный Ну это сказка Что Украина Там братская Какая-то территория 30% украинцев Воевали на стороне Третьего рейха Они воевали в Чечне Они воевали в Грузии Поэтому Россия Это все-таки Я сейчас сторонник Теории Гумилева Это Алтын Орда Золотая Орда Это славяне Это Киевская Русь Поэтому как-то Вот это братство Я не вижу Надуманное все же Да Это надуманное Другое дело Что Опять-таки С соседями Лучше торговать Чем с вами Это без Без возражений Спасибо Саша Прервемся еще раз Новости послушаем Потом продолжим Ну что ж друзья Продолжим эфир Сухой остаток На Финам.фм Мы подводим финансовые итоги недели Сегодня в студии Александр Разуваев Директор аналитического департамента Аль-Пари И Анатолий Артюхов Член Совета директоров Федерал Финанс Групп Телефон студии 6510-99,6 Код Москвы Сайт компании Финам.фм И если позволите Уважаемые коллеги Все-таки Денису я Озвучу Наш ответ Я так понимаю Что С точки зрения Возможных Вариантов Каких-то Катастрофических событий Соединенных Штатов Америки Мы наверное То ли согласимся С Сашей Такой вариант Не рассматривается В принципе В принципе А что касается Торговых инструментов Валюты То если Все решится благополучно Да Это даст повод Рынкам порадоваться Оптимизм И естественно Скорее всего Доллар продолжит Слабеть Там в каком-то Ну не сильно На самом деле Не сильно Да Ну в любом случае Да Уже 36.50 Уже 37 Вот эти вот Максимум этого года В принципе Если в евро-долларе Смотреть Мы уже Недавно Я так же Вот мнение мое Что в итоге Наш правительство Просто это будет Указание как бы Путина А там ЦБ Решит что это Лучшие варианты Правительства У нас будет Ну не такое сокращение Расходов вообще А все таки Любые проблемы С бюджетом Кстати пока бюджет Профицитный Ну будущий Будут решаться За счет ослабления рубля Так Вот я уверен Что будет так А плюс все таки Так или иначе У нас президент Близок к нефтяникам Там и к тому же Владимиру Богданову Ну и к спортерам Нужен слабый рубль Это известно А уж денежная позиция Сургута Которая доллара Да Да 30 миллиардов долларов Поэтому все таки То есть я сам По разным там причинам Свои деньги Храню консервативные В рублях И ставки сейчас На локальных Но я считаю Что рубль будет слабеть Я понял Смотри А тогда если Вернуться Мы об этом заговорили К валютному рынку К доллару рубль Действительно Летом Озвучивали Да И центральный банк Собственно И Минфин Всех напугали Напугали всех Девальвации Девальвации Все действительно Там резко Наверное Стали продавать Рубль против Доллара 3350 А потом Опять подчеркну Резко Да Мы видим 3160 Вот это Откуда взялось Это все таки Сирия И сохранение Куе Это все таки Внешние факторы Я хочу сказать Что это важно Там Ну если люди там Едут за рубеж И вообще Кто интересуется Все таки Если простые люди Вот слушатели Да Я считаю Что надо держать Только в крупных Надежных банках В рублях Ставки сейчас С поставим С инфляцией Даже выше И соответственно Если вы Ну зарабатываете В рублях Тратите в рублях Не надо брать На себя курсовые риски Потому что Это всегда плохо Заканчивается Знаете Анекдот такой Две блондинки Встречаются Говорят Слушай Я решила Вот кризис Все деньги В валюту Купить Говорят Да И что купила Доллар или евро Говорят Я доллары конечно купила Какой евро Говорят А почему А доллары дешевле Поэтому Тут как бы Я все таки Сторонник В рублях Хранять Я понял Спасибо за мнение Но тем не менее Фраза прозвучала В надежные банки И возвращаемся Полчаса назад Толя рассказывает Что Пушкин банк Достаточно надежный Он в рейтинге Все таки Какую строчку он занимал Не помню Насколько я помню Сотни Сто тридцатое место По рейтингу Какого-то Рейтингового агентства А по активам Он по-моему Шестьдесят седьмое место Занимал Ну тоже Не так далеко Да Очень крупно Это крупнейший Страховой случай Пока в России И вот пожалуйте То есть Тогда мы говорим О надежности банков Оценивая их В первую десятку Об этом речь Я вообще считаю Что есть понятие Квази суверенного долга То есть Это фактически Долг государства Это Сберов Это Бэ Газпроманк Наверное Россельхоз Ну и Банк Финам В силу эффективности Бизнеса Наверняка Вот храните деньги там И будет вам счастье При этом Мое субъективное мнение Можно его конечно Покошмарить Но вот я считаю Что да Система страхования Все очень хорошо Но с моей точки зрения Лучше иметь 10 миллионов рублей В Сбере Чем 700 тысяч В каком-то там банке Потому что Или по 700 Да Разложить Потому что Вам конечно вернут Но у вас будут проблемы А вот Если Сбербанк рухнет То у нас будет революция Я так считаю Ну да Новая власть Все равно эти деньги 10 миллионов Уже вам не понадобится Давай покошмарим То ли Я вижу Закивал головой Саша предложил Покошмарить его мнение Согласен Не совсем Ну я говорю Еще раз Это мнение дилетанта Но я уже Вот Прожив уже достаточно много В нашей стране Много чего пережил Я уже не сильно уверен В абсолютной Непоколебимости Даже нашего Зеленого Большого банка Всякое может случиться Абсолютно Тем более Что при всем при том Даже сам Сбербанк Утверждает Что он негосударственная структура То есть у него Акционер вроде как Центробанк Единственное И неповторимое Но с другой стороны Центробанк Он негосударственная структура Но он эмиссионный центр Все таки Поэтому Вот Абсолютной Абсолютной Панацеи По-моему В принципе не существует Безусловно Я с тобой согласен Но если вот Сашину мысль Еще раз озвучить Он говорит так Что Есть Возможность Защитить свои вклады С помощью Страхования Государственного И соответственно Я раскладываю По каким-то Банкам Второго Третьего эшелона По 700 тысяч И потом Если что-то Не дай бог С ними случается А кстати Вероятность Что с ними Что случится Она больше Чем вероятность Что случится Что-то со Сбером Правильно Ну конечно Я начинаю Тратить жизнь На то Чтобы в результате Бегать Телодвижений Я наверняка Действительно Сколько я Времени Нервов И тех же денег Я еще на это потрачу А риск Того что Рухнет Сберман Он сопряжен С тем Что-то глобальное Такое случится Я хочу добавить Я считаю Что Сбер Никогда не рухнет Но есть такая Точка зрения И считается Что ее разделяет Господин Сечин Почему Роснеф Сейчас все покупает Что вообще Все нынешние деньги Любые ликвидности Может превратиться В ноль Ну как там Рубли в начале 90 Да То есть Как бы Кэш Он Ну скажем так Все равно Ты потеряешь Ну давай так Любой кэш Любой кэш Любой Не рубль Да Соответственно Вот у меня Приятель Который Вот когда в нулевые Это рынок рос Он неплохо заработал На Газпроме как раз И соответственно У него депозит Так и лежал Сбери Мы обсуждали Он сейчас купил Трехкомнатную квартиру В Москве Он ее сдает И мы пришли Почему к этому Инвестиционному решению Цена Ну аренда Может быть выше Или ниже Ну в зависимости Ну вот квартира Вот это такой Реальный актив И соответственно Он сдает Он имеет ежемесячный доход Он платит с него налоги Он имеет то Что в общем Ну реальную ценность И он в общем Уверен в своих инвестициях Я хочу подчеркнуть Саш Это можно представить Как некое сравнение Вот есть некая сумма Которая лежит в банке Условно говоря Тот же самый кэш И проценты Какие-то там А есть эта же сумма Которая была передана В недвижимость И которая помимо этого Еще и обладает Дополнительной доходностью При сдаче в аренду Об этом речь Да Но тут есть такой момент Все-таки кэш Он абсолютно ликвиден Квартиру там Время продавать Просто у него Это не последний кэш И он соответственно Его задача была Именно обеспечить себе А. какой-то текущий доход Б. максимально защитить От любых перетрубаций Ну квартира Все правильно Квартира и в Африке квартира Есть звонок Давайте еще раз Обратимся Николай день добрый Вы в эфире пожалуйста говорите Добрый день Добрый Вот тут у вас Уважаемые оппоненты Агитирует Десбербанк Наш исторический опыт Показывает Что как минимум Раза три За последние Там десятилетия Кидал население Чего-то крупного Он-то Он-то в итоге Как был Так и остался Мы говорим Сбер не потопляем Да Он-то не потопляем Но потопляем Но вкладчики Как бы Совершенно легко Неужели Неужели вот этот опыт Никому ничего не научил Все равно Я могу ответить Это неправда Значит Единственный опыт Потери денег Это советские сбережения Да Которые были Это начало 90-х Это принципиальное решение Трех человек Ельцина Черномырдина И Гайдара Господин Герасченко Публично Неоднократно Заявлял Что он предлагал Индексировать Вклады Но МВФ И Ельцин Были против Соответственно Это крах Советского Союза И крах Советских денег Все вопросы Именно К той власти Которая 20 лет назад Расстреливала Парламент Вот Соответственно Это чисто Политический момент Так в общем Люди в Сберии Никогда не теряли Более того Можно вспомнить Там как раз Какой-нибудь год 94-й Когда была Высокая инфляция Сбер давал Там 12% В месяц И инфляция была Примерно так В рублях И там 6 по валюте В год Соответственно Ну да Как бы Претензии Это чисто Политическая вещь И кстати Вот московский Сбер Даже в августе 98-го В пределах 10 тысяч долларов Тогда Ну очень большая сумма В день Все равно Вкладчикам Выдавал Без ограничений Толя Ну я не могу Согласиться Ну и нормально Если что же Вообще Ни при каких Обстоятельствах Ну просто Буквально В прошлом месяце Я Свою сберегательную Книжку Достал Замечательную Где Мамочка моя Положила Благополучно В 72-м году Полторы тысячи рублей Ну тогда Советские вклады Это же есть Про которые я говорю В начале 90-х Они сгодят Вот мы же говорим О том что Сбербанк Это коммерческая Структура Причем тут Власти Причем тут Что-то Любой банк Может Тем более Когда он Доминирует На рынке Он может Про своих клиентов Подумать Я пришел Мне выплатили Ровно 5 рублей 82 копейки Вот вернули Полторы тысячи Плюс проценты Как они все Случились Российская валюта И так далее Политика тут Это просто те события Которые были в 90-х Когда за счет Гиперинфляции Который достигал Там 30 процентов В месяц Да Вот там год 92-й Обесценили Все депозиты И так как Как бы Это понятно Что за счет Чего это было За счет того Что работал Печатный станок Покрывался Как бюджет России Так еще Тогда многие Республики Еще печатали Денежная масса Росла намного Быстрее Чем товарная Которая вообще Обснижалась Из-за спада Производства Деньги Обесценились Очень быстро Была идея Как делал Павлов Как бы не относиться К ГКЧП Тупо Ну еще же ГОС Да Контроль Вот Компенсировать Вклады Но Ельцин и МВФ Были против Поэтому как бы Люди получили Дырку от бублика Со слов Герасченко Но я ему доверяю Ну в любом случае Смотрите Если вернуться К вопросу Николая Да Он Насколько я помню Его фразу Говорил о неких Как минимум Трех случаях Да Когда Ну после начала 90-х Ничего не было Ну то есть Об этом Да Ну это действительно Такая революционная Какая-то Да СССР рухнул Рухнули советские деньги Все остальное А после этого Да Таких примеров Вот на твой взгляд Ну можно сказать Август 98-го Когда курс рубля Упал С 6 до 14-15 А ставки там За Виберев Ну по рублю Были 20-30 процентов Но все-таки Опять-таки Кстати там Опять Сбер не виноват Нет Ну это все-таки Это макроэкономика Конечно Ну Сбер Он тоже в этом случае Ну я не говорю Что он пострадавший Но он как бы Внутри этого Это все-таки Политические моменты Там Кириенко Заплатил за это Отставкой с поста Премьера Дефолт Да Россия объявляет Дефолт Да Ейцин фактически После этого Вынужден был уйти До срочности Президентского поста Это все-таки Политика Хотя тоже В общем По-моему С момента Объявления Вот дефолта По 1 января 99-го СПА вырос Процентов на 35 Не курс доллара А индекс потребительских цен Понятно что С учетом инфляции Ваши сбережения Они все-таки не пропали Как там Ну да ладно Спасибо огромное Друзья мои Время к сожалению Заканчивается Александр Разуваев Директор аналитического Департамента Аль-Пари Анатолий Артюхов Член Совета Редикторов Федерал Финанс Групп Сегодня были в студии Сухого остатка Уважаемые гости Спасибо что нашли время Уважаемые слушатели Вам спасибо за внимание Впереди выходные Отдыхайте Набирайте сил Ну а дальше Собственно продолжим Успехов на рынке До свидания